Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы с вами обратимся сейчас к четвертой главе послания апостола Павла к Ефесиным. Продолжая разговор о том, как меняется человечество во Христе, апостол Павел уже конкретно обращается к своему читателю. Он говорит о том, что, ну вот как мы читали выше, Бог уничтожает нашу вражду друг с другом, Бог созидает из нас единый народ, единое целое, потому что определяют нашу жизнь, теперь наши отношения с Иисусом, а не что-нибудь другое. Вот Павел пытается применить это к конкретной человеческой жизни. Поэтому он говорит, я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. И говорит он со всяким смиренно-мудрением, кротостью, долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. Снисходя друг ко другу любовью. Павел именно говорит о снисхождении, потому что мы все очень разные, и у каждого из нас есть свои трудные стороны. То, что трудно для нас самих, и то, что трудно для наших ближних. Поэтому наша жизнь друг с другом, вот она оказывается вовсе не каким-то сахарным приключением. Апостол знает это и вовсе не призывает, как сказать, сделать вид, что это не так, все залить, так сказать, патокой. Нет, реальная человеческая жизнь – вот такая вещь, в ней много скорби, много боли из-за нашего несовершенства. Вот он предлагает решение. Он говорит о снисхождении, снисходя друг ко другу любовью. Он говорит о том, что мы призваны принимать эти немощи, не исправлять их, не перевоспитывать, не дай бог, друг друга. Но в то же время и не одобрять, и не делать вид. Если ближний тугодум, не надо его, может быть, как-то перевоспитывать, а снисходить к этому и стараться скомпенсировать его слабости. Если ближний вспыльчив или угрюм, да, тоже, ну, не очень разумно пытаться переломить какие-то генетические обусловленные человеческие склонности. Скорее вот надо подумать об этом, о снисхождении. Это первое. И второе, о чем тоже каждый из нас призван думать в связи с этим, что я таков, что нуждаюсь в снисхождении со стороны ближних. И наша ответственность – делать все, чтобы облегчить этот труд снисхождения для наших ближних. Дальше апостол говорит о том, что он призывает своих читателей стараться сохранить единство Духа в союзе мира. Единство Духа в союзе мира – потрясающая совершенно тоже идея. Это не союз единомышленников. Нет. Это союз людей, которые стараются хранить мир друг с другом. Это не союз одинаковых, которые во всем похожи друг на друга и поэтому им с друг с другом легко. Нет. Это союз людей, которые при всей своей разности все-таки стараются быть в мире друг с другом. Это не что-то, объединенное какими-то механическими принципами безликими. Для апостола это удивительная вообще возможность, то, что так может быть, когда люди совершенно разные, абсолютно не похожие друг на друга. А Бог ведь, в отличие от нас, очень дорожит нашими различиями, оказываются вместе в союзе, потому что ценят, дорожат миром друг с другом больше, чем всем остальным. Единство духа в союзе мира – это формулировка, которую полезно нам примерять на себя в отношениях с ближними. В отношениях с ближними. Нас с ними тоже ведь должен связывать такой, ну, должен, такого слова нет в христианстве, но может связывать такой союз мира, в котором мы ищем, в первую очередь, единство духа Христова, духа святого. Дальше Павел говорит о том, что мы все призваны к одному Богу. Одно тело, один дух, и вы призваны к одной надежде. Что же это за надежда? Это один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог. Вот фундаментальные вещи, которые апостол перечисляет, то, что делает вообще всех людей, как сказать, ставит нас всех в одинаковое положение перед Богом. У нас один Бог, один. И если доверять, то доверять только Ему, поэтому одна вера. Мы в отношении одного единственного Бога совершаем свой выбор, поэтому у нас одно крещение. Он в данном случае вовсе не имеет в виду тот или иной обряд, тем более, что в его время этот обряд совершался по иудейскому ритуалу. Он имеет в виду одинаковое решение по отношениям с Богом, принять или не принять это призвание, принимает каждый из нас. И один Бог, и Отец всех. Это то, чему посвящены первые строки четвертой главы. Дальше, подчеркнув свою позицию о том, что действительно Бог собирает нас всех в единое стадо, в другом месте Павел пишет одно стадо и один пастырь, тем не менее, он говорит о том, что одинаковость Бога, одинаковость наших отношений с Ним, единство Духа в союзе мира, который мы постараемся строить, не сходя друг к другу, не отменяет всего нашего многообразия. И это, я бы сказал, очень поучительно вообще для человечества, потому что, ну, конечно, мы все время пытаемся всех сделать одинаковыми и сделать вид, что различий не существует никаких, что, конечно, большой обман. А Павел вот говорит, смотрите, Бог один, но каждого он призывает по-своему, и одних ставит апостолами, других – евангелистами, пророками, пастырями, учителями на дело служения и так далее. В других местах он обращается подобного же рода списком, скажем, в послании к Коринфянам, и по-другому немножко его формулирует. Но для него очень важно это, что для каждого человека есть свое уникальное место перед Богом. Бог, перед которым мы стоим, один. Но мы все действительно разные и призваны каждый к своему возрастанию, как выражается Павел в меру полного возраста Христова. И он говорит о том, что Господь призывает нас к тому, чтобы мы… Все, что вмещается в наше сердце, людей, которых мы в сердце принимаем и весь мир, и всю жизнь, чтобы мы все это взращивали во Христа, в то, в чем может Бог присутствовать. А если, так сказать, в нашей жизни есть что-то, что не может быть присутствием Христа, ну так может от этого надо и избавиться, избавить свою жизнь. Вот это удивительное выражение – истинной любовью все взращивать в того, который есть глава Христоса и Иисус. Удивительно совершенно. И дальше в средней части 4 главы апостол еще два парные, вернее, выражения, оппозицию такую предлагает читателю. Он предлагает вот что, смотрите. Вы знаете Христа, вы слышали о нем и в нем научились, потому что в нем, говорит Павел, и есть истина. И поэтому отложите прежний образ жизни ветхого человека, обновитесь духом ума вашего и облекитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости истины. Ну, во-первых, снова скажу, что обновиться духом ума, вот это выражение «дух ума» тоже может быть попытка апостола Павла найти слова для того, чтобы выразить то, что мы сегодня называем человеческой личностью. Во времена Павла такого термина нет. Просто нет ни в греческом, ни в латыни. И вот, соответственно, он в разными способами пытается говорить о том внутреннем ядре, человеческом «я». Здесь он называет это «дух ума вашего», которому он предлагает обновиться, отложить прежний образ жизни и, соответственно, облечься в нового человека. Это не чисто внешнее переодевание. Он вовсе не имеет в виду, что мы будем выглядеть по-новому, в глазах других людей, скажем. Как раз это не так важно, как мы выглядим в глазах других людей. Он говорит, что это происходит, когда мы обновляемся личностно, обновляемся внутри себя, возрастая в меру полного возраста Христова. Таким образом, как раз, видите, апостол говорит, что перемена в наших отношениях с Богом во кресте вот это отлагает ветхого человека и облекает нас в нового. И именно к этому он призывает. И заканчивается четвертая глава несколькими достаточно конкретными, простыми наставлениями. А как это делается? Потому что Павел довольно длительный фрагмент текста продиктовал, где говорится о том, что вот надо довериться Богу во Христе, надо больше всего на свете захотеть быть в союзе мира друг с другом, надо обновиться духом ума, что имеется в виду конкретно, какие конкретные поступки и действия. И вот он, будучи человеком очень мудрым, предлагает своим читателям на конкретных примерах понять, о чем он говорит. Поэтому, говорит он, отвергните ложь и говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Говорите истину каждой ближнему своему. И это очень непростая задача. Очень непростая задача, потому что, понимаете, мы все время думаем, что ради сохранения мира можно и не сказать истину. Павел так не думает. Для него хранить единство духа в союзе мира – это то, что реализуется в наших отношениях со Христом, а не потому, что кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. Говорите истину каждой ближнему своему. Еще одна удивительная вещь – гневаясь, не согрешайте. Гневаясь, не согрешайте. Солнце не зайдет в гневе вашем. С одной стороны, очевидная вещь, что не следует гневаться долго, не дольше нескольких часов. Даже если сильная эмоция пронзила тебя, тоже заметим, что мы позволяем себе гневаться столетиями и думаем, что можем при этом быть правы. Вот он говорит, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Победить гнев – ответственность не того, кто провинился, а того, кто разгневался. Я бы сказал, что это потрясающе важная тоже вещь, о которой люди с очень большой легкостью забывают. Говорит, кто крал, не кради, а трудись, делая своими руками полезное. Гнилое слово, да не исходит из уст ваших. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Что он считает оскорблением Духа? А вот чем? Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречия со всякой злобой – да будут удалены от вас, потому что это и есть оскорбление Духа Божьего. Вот эта агрессия, которую мы выносим по отношению к ближнему и уж тем более к дальнему тоже, это агрессия, которая, казалось бы, такая человеческая вещь. Это даже не корой головного мозга, а лимбической системой подкорковыми образованиями регулируется точно так же, как у обезьян. Казалось бы, ну вот что тут может быть, если это так естественно? Павел говорит, нет, это может быть и естественно, но это оскорбление Духа Божьего. И вот любые выражения агрессии, говорит он, для христианина невозможны. Невозможно. Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот смотрите, только что он говорил, обновитесь Духом ума вашего, и поэтому вы из ветхого человека облечетесь в нового. Здесь, в следующем фрагменте, он говорил, перестаньте разрешать себе вот эту агрессию, и наоборот, усиливайтесь быть добрыми, сострадателями, прощайте. Вот это и есть обновиться Духом ума. Старое, так сказать, ветхое состояние ума – это когда мы сначала рождаем эмоцию, это главным образом агрессия, потом рациональным образом в коре головного мозга изобретаем для этой своей агрессии рациональные основания, чтобы убедить себя, что мы были правы. Это дело старое. Так нельзя, говорит апостол. Так нельзя. Старайтесь быть добры, сострадательны, снисходительны, прощайте. Не разрешайте себе, так сказать, застревать в этой агрессии. И тогда меняется человек, тогда обновляется Дух ума, обновляется человеческая личность, и мы действительно облекаемся в нового человека. Так что эти его, казалось бы, такие конкретные указания вовсе не такие простые и поверхностные, как может показаться на первый взгляд. Продолжение следует...